МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Чтобы защитить и отставить то, что нам действительно дорого, страну, веру, право носить на груди 9 мая георгиевскую ленточку, да и вообще праздновать этот день, мы должны, нет, мы обязаны общаться. С недавних пор я пополнил ряды так называемых гастарбайтеров, и это уже при новой власти. Выводы очевидны. Уехал, потому что самопровозглашенное руководство, да-да, именно самопровозглашенное руководство, возомнившее и самоуверовшее в то, что они в миссии демократии, просто ведут страну в никуда. Помните сказочные два удальца из ларца, которые исполняют любые приказы? Пирожные, мороженое. Почет желаний ведет на пальчиках, сгибая их, а исполнение желаний не те и не то. А все в неправильном подходе к делу. Не работники, а крикуны, а хотят выдать себя за великих специалистов. Судя по составу ЦИК, Чукана, Урыта и прочее, опять будет попытка кражи голосов и фальсификация выборов. Неужели этому нельзя ничего противопоставить? Прошу вас провести цикл передач по ликвидации электоральной безграмотности и повышению бдительности у людей, пришедших на избирательный участок. В основной своей массе народ опускает руки и перестает интересоваться политикой. Безысходность, по личному опыту, общаясь с людьми нормальными, адекватными, можно говорить на разные темы. По политике не хотят разговаривать. Устали, надоело, негатив. Если фашисты в 1933-м подожгли в Берлине рейс так, парламент и Гитлер судил за это коммунистов, то как назвать тех, кто подожгли в Кишиневе парламент и хотят обвинить в этом ПКРМ? Вот чем хотелось бы мне поделиться. Наблюдая за тем, что происходит в Молдове в последнее время, не отпускает ощущение, что молдавское общество совершенно сознательно загоняет в такую ситуацию, когда оно вынуждено смотреть либо себе под ноги в поисках пропитания, либо в экран телевизоров, где разворачиваются хорошо срежиссированные политические действия в нешироком жанровом промежутке между мышиной возней и тараканьими бегами. Причем динамичность и увлекательность зрелища определяется не только и не столько психофизическими данными мышей и тараканов, но и неестественной экранной активностью всяческого рода модераторов, аналитиков, экспертов, политологов, которые с назойливостью мух обхаживают свою клиентуру, сдувая трепетными позолоченными крылышками пылинки с их дорогих костюмов. И они очень стараются доказать нам, что мол, вот мы, мухи, мы летим на мед. Хотя всем известно, что мухи на самом деле предпочитают куда менее аппетитный продукт. И ускользающая правда жизни кроется в этой колоссальной разнице между яркой, броской медовой упаковкой и унылым, дурно пахнущим содержимым. О данном феномене обязательно поговорим чуть позже, а пока вернусь к первоначальной мысли. Заставляя нас смотреть либо под ноги, либо в экран, нам просто не дают поднять голову, оглядеться, попытаться оценить процессы, протекающие в Молдове в целом. Нам, ну так, чтобы мы хоть чем-то заняли свой ум, все время подбрасывают какие-то сегменты, обрывки, разрозненные пазлы, из которых общей картины не составишь. А между тем, если оглянуться, если вдуматься, решения властей, на которые нам просто не дают обратить пристальное внимание, носят системный и очень сложно обратимый характер. Ну, навскидку. В Молдове в предпасхальную неделю легализован ислам. И не то, чтобы есть против этого какие-то серьезные и принципиальные возражения. Ну, в конце концов, мечети, которые очень скоро появятся повсюду, и в этом нет никаких сомнений, несколько разнообразят традиционный молдавский пейзаж. Правда, руководство Молдавской Православной Церкви считает, что это очень опасная тенденция и что это даже угрожает существованию самого молдавского народа. Но кто сказал, что нынешняя власть так уж сильно заботится о том, чтобы молдавский народ под собственным родовым именем продолжал свой путь в истории. Еще одно решение. Вроде бы незначительное, мелкое, но опять же системное, рассчитанное на перспективу, примерно как с курсом истории румын, которые очень быстро вернули в обязательную учебную программу после воцарения новой власти. Теперь в свидетельство о рождении будет указываться не национальность, а этническая принадлежность ребенка. Для тех, кто не видит разницы, достаточно прислушаться к остервенело, пробивавшим это решение либералам, которые и не думают скрывать, что цель поправок – резко увеличить количество румын в Республике Молдова. Системное решение? Еще какое системное? Это как с печально знаменитым камнем гимпу, который был установлен незаконно, но который никто из представителей нынешней власти не рискует убрать с Центральной Кишиневской площади. В этом и весь смысл. Пусть себе стоит и пусть люди постепенно, потихоньку привыкают и к самому камню, и главное, к идее, которая заложена в это унылое надгробье. Или вот как с Паланкой. Что-то там Филат с Тимошенко подписали, о чем-то там договорились. Поднялся скандал, тему заболтали, замяли, выборы проскочили, но сами эти договоренности никуда не делись. И вот уже сегодня Украина ставит вопрос жесткой ребром. От того, отдадите вы нам часть своей суверенной территории, как с Филатом договаривались, зависят двусторонние отношения между Кишиневым и Киевом. И на фоне на этом каким-то даже почти безобидным выглядит готовящиеся властями принятие закона об антидискриминации. Но учитывая сложившуюся практику, устраивать погромы в Благовещение и легализовывать неправославный религиозный культ накануне Пасхи, наверное, это знаменательное событие, которое узаконит гомосексуализм в Молдове и уравняет, к примеру, национальные и сексуальные меньшинства, произойдет поближе к Вознесению. Ну или, в лучшем случае, к Рождеству. Наверное, тоже не криминал. В конце концов, шествие этих обильно накрашенных жеманных мужиков под ручку друг с другом, под радужными знаменами и веселых цветов воздушными шариками, в известном смысле даже забавное зрелище, что называется на любителя. Но речь сейчас о другом. Власть, повторюсь, принимает системные решения, закладывая своеобразные мины замедленного действия под государственность, национальное самосознание и идентичность, традиционные ценности, общественную мораль в явном расчете на то, что рано или поздно мины эти сработают, да так, что мало никому не покажется и полетят клочки по закоулочкам. И вот, что характерно, подобные системные, чреватые многочисленными и явно негативными для Молдовы и ее общества последствиями решения принимаются полускрытно, без широкого общественного обсуждения, по сути, втихаря. Видать, знает кошка, чье мясо жрет. Видимо, отдают они себе отчет в том, что на такое их молдавское общество не уполномочивало. Но делается из этого не прямой, а как бы вывернутый, обратный вывод. Вместо того, чтобы обратиться к обществу с вопросом, а нам можно это делать от вашего имени, власть предпринимает титанические усилия, чтобы общество об этом меньше знало, а значит меньше думало, а значит не мешало делать от своего имени все, что этой власти заблагорассудится. И учитывая данную весьма и весьма опасную тенденцию, становится страшно не только за общественный рассудок и нрав, не только за идеологические, моральные, традиционные, но и конституционные устои государства, а одним из таких конституционных столпов, на которых держится все более шаткая и все менее устойчивая конструкция современного молдавского государства является нейтралитет. Укрепить статус нейтралитета, сделать хотя бы этот принцип необратимым, даже теоретически не подверженным возможности ревизии, предложила на неделе партия коммунистов. Я хочу отметить лишь некоторые важнейшие его положения. Статья четвертая гласит, что на территории Республики Молдова запрещается размещение иностранных вооруженных сил. Республика Молдова запрещает использование собственной территории, либо воздушного пространства для действий военного характера, направленных против других стран. В следующих статьях утверждается, что Республика Молдова как постоянно нейтральное государство обязуется не участвовать ни в какой форме в военных действиях за пределами своей территории. Собственно, ПКРМ предлагает принять закон о постоянном нейтралитете, который сама же и разработала. Всего 18 статей простых и понятных. Он предусматривает в том числе, что Молдова как постоянно нейтральное государство не станет участвовать в войнах, не будет вступать в военные союзы, не будет допускать размещения на своей территории иностранных военных баз, не сможет быть объектом военной оккупации, не сможет предоставлять территорию и воздушное пространство для ведения боевых действий против других стран, не будет участвовать ни в какой форме военных действий за пределами своей территории, не будет вступать даже во временные военные альянсы. При этом Молдова сохраняет за собой право на частичную, либо полную демилитаризацию и ограничивая свои участие в международных миротворческих миссиях гуманитарной, технической и медицинской помощи, отказываясь от участия в боевых действиях. Вот примерно таковы основные положения этого законопроекта. И в них, как вы сами видите, нет ровным счетом ничего криминального или не соответствующего Конституции. Это, если угодно, всего-навсего еще один дополнительный, но вовсе не лишний уровень гарантирования неприкосновенности статуса конституционного государственного нейтралитета, по которому, к слову говоря, в разношерстном молдавском обществе сложился уникальный консенсус, который сам по себе дорогого стоит и для любой другой власти дорогого бы стоил. Как показывают результаты буквально любого социологического исследования, подавляющее большинство граждан страны выступает за неприсоединение Молдовы к военно-политическим блокам и сохранение нейтрального статуса государства. Мы убеждены, что это единственная гарантия не только сохранения региональной стабильности, но и основания для решения преднестровской проблемы и дальнейшего долговременного бесконфликтного развития нашего государства. И в ситуации непрекращающихся попыток профанации основного закона Республики Молдова в условиях, когда в программе нынешнего правительства прописана задача принятия некой новой конституции, мы считаем целесообразным дать ясное, четкое, недвусмысленное законодательное определение того, что такое постоянный нейтралитет нашего государства. Ведь в самой конституции весь наш нейтралитет раскрывается всего лишь двумя строчками, что дает повод для проявления самых необузданных фантазий в его интерпретации. Наверняка столь прочное и устойчивое позитивное отношение к нейтралитету сложилось в молдавском обществе благодаря миролюбивому, незлобному, неагрессивному и компромиссному характеру самих жителей страны. Он весьма как бы гармонично ложится на наш национальный менталитет. Но и существует и мировая практика, недвусмысленно указывающая, что наиболее развитыми, благоустроенными, демократичными, комфортными для жизни являются как раз нейтральные страны. Звучит как музыка Швейцария, Швеция, Финляндия, Ирландия, Мальта, Кипр. Именно благодаря нейтральному статусу их обходят стороной войны. И мы помним, как в кровопролитнейшей Второй мировой Швейцария была богатым и развивающимся островком покоя на пылающем континенте. Эти страны меньше тратят денег на оборону, перенаправляя их на социальную сферу здравоохранения и образования. Они избавлены от необходимости жертвовать своими гражданами только потому, что кто-то воюет за контроль над нефтяными месторождениями. Их безопасности практически ничего не угрожает, так как они миролюбивы и проводят не агрессивную политику о неучастии в военных операциях под эгидой, и, к примеру, НАТО, не создает им новых дополнительных врагов. Их пример демонстрирует, что национальная безопасность гарантируется вовсе не участием в военных блоках, а как раз самим по себе нейтралитетом. А ведь именно нам исподволь внедряют в последнее время. Чтобы чувствовать себя в безопасности, нужно спрятаться под чей-то зонтик. Чтобы так рассуждать, нужно обладать какими-то глубокими историческими комплексами, которыми действительно страдают некоторые постсоветские страны, но которых Молдова, к счастью, начисто лишена. Мы не умеем, да и не хотим жить так, будто кругом одни враги. И нам, чтобы от них отбиться, обязательно нужна чья-нибудь вооруженная защита извне, ну скажем, НАТО. В некоторых странах подобные страшилки используют для консолидации наций. Но ведь мы в этом не нуждаемся и нас объединяет в единый многонациональный народ не страх, а любовь к родной земле, к ее богатому прошлому, к ее хочется верить будущему. К тому же существует пример Кипра, территориальную целостность которого в свое время подвязались гарантировать такие страны НАТО, как США, Турция, Греция. А закончилось все тем, что одна из стран НАТО и, соответственно, один из гарантов, Турция, вторглась в северную часть Кипра, оккупировав его 40-тысячной армейской группировкой, которая находится на острове и по сегодняшний день. Ну и что, спрашивается, гарантировали Кипру эти самые НАТОвские гарантии, кроме раскола? Это к вопросу, что лучше обеспечивает территориальную целостность? Присоединение к военно-политическому блоку или все-таки нейтралитет? В случае с Приднестровьем, пример которого напрашивается сам собой, очевидно, если Кишинев действительно добивается реинтеграции, а не выправления границы по Днестру, он должен чуть ли не ежедневно доказывать жителям региона, что статус нейтралитета для власти свят, неприкосновенен, незыблем. И в этом смысле инициатива ПКРМ по логике вещей должна нынешней властью активно и охотно приветствоваться. Тем более, что в этот законопроект заложена возможность демилитаризации. И это не просто логическое продолжение инициатив тогда еще президента Воронина по развитию мер доверия между берегами Днестра, которых, кстати, никто не отменял, но еще и дополнительный аргумент на переговорах с Приднестровской администрацией. Ведь что такое предложение о демилитаризации? Это, по сути, предложение уничтожить ружье в качестве главной гарантии того, что это ружье никогда не выстрелит. Так вот, исходя даже из этих аргументов, инициатива ОПКРМ о закреплении нейтрального, вне блокового статуса Молдовы должна была вызвать, если неблагодарность этого от них ожидать не приходится, то хотя бы минимального интереса со стороны нынешних властей. И что вы думаете? Да они шарахнулись от нее в рассыпную. Да еще и с нескрываемой злобой вампиров, которых на ярком солнечном свете окатили святой водой. У нас есть Конституция, и в Конституции очень четко прописано, что Молдова является нейтральным государством, и нет смысла принимать какие-то законы, раз у нас есть это в Конституции. Я квалифицирую эту инициативу, объявленную вчера лидером коммунистов, как чисто предвыборную, цель которой заключается в донесении определенных посылов к определенному спектру избирателей и к определенным центрам влияния. Как это поддержать? Что поддержать, если у нас в Конституции написано, что мы являемся нейтральным государством? Закон принимается только тогда, когда отсутствует подобная норма. А может и правда ПКРМ своей инициативой по нейтралитету волей или неволей выставила их за ушкода на солнышко? Как бы ни было, но проверку на вшивость они на этот раз не прошли. А значит, есть все основания подозревать, что конституционный принцип нейтралитета для них не является чем-то абсолютно необратимым. Меня особенно умилили ссылки на Конституцию и вообще на закон. Еще бы на свое честное слово сослались. Зато вон, гастарбайтеры поверили Филату, что его обещание ввозить автомобили старше 7 лет без регистрации это всерьез и надолго. А сегодня их тот же Филат официально называет нарушителями закона, которых надо наказывать. Или вот, бюджетники поверили Демократической партии, что она намерена поднять им зарплату. А сейчас министр социальной защиты от Демократической партии Валентина Булига заявляет, что денег на это нет и не предвидится. Ссылки на Конституцию, звучащие из уст представителей нынешней власти, тем более смешны и даже нелепы, что они своей повседневной практикой демонстрируют, что для них основной закон вовсе не священный текст, требующий беспрекословного подчинения. Примеры? Да пожалуйста. Напомню, что никто еще не отменил 13-ю статью Конституции, четко фиксирующую, что государственным языком Республики Молдова является молдавский язык. И что? Многих вы знаете представителей нынешней власти, которые называют его в соответствии с Конституцией. Или что? В Конституции не сказано, каким числом голосов избирается президент? Сказано, причем не двусмысленно. В результате в затюканный уже этой властью Конституционный суд направляется очередной запрос, а по сути предложение узаконить, санкционировать такое прочтение основного закона, чтобы главу государства можно было избирать не 61 голосом, а 51. То есть не так, как положено, а как хочется, чтобы голосов депутатов Альянса хватило. И почему вы думаете, что раз они так пренебрежительно поступают с Конституцией в части названия языка, процедура избрания президента и как-то по-другому станут относиться к ней в тех двух строчках, которые описывают нейтральный характер молдавского государства. Ну, особенно с учетом авантюры по проведению референдума. И уж тем более с учетом официально объявленного правительством Филата плана принять новую Конституцию. Так говорится в программе правительства. И где гарантия, что из текста этой новой Конституции, принцип нейтралитета не испарится вовсе. Давайте смотреть на факты, а они таковы. В предвыборных программах двух из трех партий Альянса, это ЛДПМ и ЛПМ, то есть Филата и ГИМПУ содержатся пункты о необходимости вступления Молдовы в НАТО. Ну и кто их остановит, если они вдруг решат реализовать эти положения своих предвыборных платформ на практике? ЛУПУ? Да он даже одного урекяна не смог остановить при его назначении на должность председателя счетной палаты. Именно поэтому в законодательной инициативе ПКРМ содержится возможность международных гарантий нейтралитета. Ну так, чтобы ни один представитель власти, какой бы конфигурацией эта власть не была, не смог даже подумать об отмене статуса нейтралитета без серьезных международных последствий подобного шага. И вот сегодня Воронину напоминают, мол, вы когда-то там в каком-то старом интервью заявляли, что Молдове, дескать, не нужны международные гарантии нейтралитета. Тю! Так это когда было и при какой власти? Это было тогда, когда даже обладая конституционным большинством, власть не предпринимала попыток ее волюнтаристского пересмотра или хотя бы минимальной корректировки. Тогда конституция была для власти священной коровой, а не как сейчас, еле-еле паршивой овцой. Тогда, извините, руководитель информационного центра НАТО не входил в состав коллегии Министерства обороны. Тогда в базовых документах не говорилось о том, что цель Молдовы достижение евроатлантических стандартов. Говорилось о стандартах европейских, но не НАТОвских, а сейчас сплошь и рядом. Тогда министр обороны не заявлял, что намерен отправить солдат в воюющий Афганистан, причем воевать. Да, наши ребята участвовали в Иракской миссии, но лишь в гуманитарной ее части сегодня говорится об Афганистане и о войне с возможными человеческими потерями. А что касается возможных человеческих потерь, стоит вспомнить, сколько граждан Молдовы погибло в автокатастрофах. В прошлом году число жертв достигло 400 человек. А если вспомнить скончавшихся от пандемического гриппа, то цифра внушительная. Профессия военнослужащего изначально предусматривает такой риск. Из того, что наблюдал собственными глазами. В начале апреля в составе парламентской делегации ездил в Литву по обмену опытом. Так вот, коллег из Альянса больше всего интересовал опыт Литвы по трем основным проблемам. Первое. Закрывают ли они нерентабельные школы? Второе. Ликвидируют ли они районы и не переходят ли на более крупное административно-территориальное деление? Кстати, очень расстраивались, когда узнавали, что школы, если и закрываются, то в редчайших случаях от идеи укрупненных округов Литва отказалась, сохранив районное деление. Ну и третья проблема, вызвавшая неподдельный интерес молдавских либералов. Насколько жестко взаимоувязано вступление в НАТО и в Европейский Союз? Причем они задавали вопрос литовским партнерам таким образом, чтобы ответ был как бы очевидным. Ну, конечно, увязано. Вот Литва вступила в НАТО, а потом и в Евросоюз. И одно без другого как будто бы и не бывает. Но литовцы честные ребята, они напоминали молдавским депутатам, представляющим либеральное большинство, что есть нейтральные страны Евросоюза. Хотя, ну как сказать, напоминали. Вполне возможно, что информировали наши-то могли о существовании таких вот стран-членов ЕС и не членов НАТО даже не подозревать. Ну, конечно, есть такие страны. Больше того, повторюсь, это одни из наиболее процветающих и демократичных стран даже по меркам Евросоюза. К примеру, Швеция, которая после НАТОвских бомбардировок Югославии 99-го года устами министра обороны и иностранных дел заявила буквально следующее. Сила Швеции во вне участии в военных союзах. А вступление в НАТО сейчас было бы, цитирую, реакционным анахронизмом. Конец цитаты. А уж случай с Кипром и вовсе показателен для отечественных либералов и пронатовцев. Нейтральная признанная часть Кипра, да еще и под руководством президента коммунистов, вступила в ЕС, а турецкая ее часть, по сути, управляемая одной из стран, НАТО до сих пор никем не признана. Как же так? Рушится ведь картина мира. Больше того, евроскепсис Ирландии, проваливший, напомню, европейскую конституцию на референдуме, был связан как раз с опасениями, что это может привести к пересмотру статуса нейтралитета страны. Но через год после того, как лидеры других стран ЕС приняли заявление об уважении ирландского нейтралитета, референдум в Ирландии состоялся. Так что нет такой логики, что в Евросоюз может вступить только страна НАТО. А если есть, то она весьма и весьма примитивна. Вон Турция. Несколько десятилетий в НАТО и уже почти 25 лет числится в кандидатах на вступление в Евросоюз. Без особых перспектив. Так что нет такой логики, нет такой взаимной увязки. Но сам факт повышенного интереса представителей нынешней кишиневской власти к этой теме и к непоказательному для Молдовы опыту Литвы, как представляется, достаточно достоверно раскрывает и живописует их планы на сей счет. Так что не надо делать большие глаза и ссылаться на Конституцию. Особенно впечатляют подозрения Филата по поводу предвыборного характера этих предложений. Ага, местные выборы это вообще прекрасная возможность подискутировать о нейтралитете, а не о протекающих крышах, гнилых трубах, искореженных дорогах, а главное о тех тарифах, которые мы вынуждены платить за протекающие крыши, гнилые трубы, искореженные дороги. Тогда уж, конечно, для властей даже желательно, чтобы избиратели обсуждали такие для них, в общем-то, отвлеченные темы, как нейтралитет, а не то, что течет им на голову, воняет в туалетах, обо что они ломают автомобили и ноги за большие, причем собственные деньги. Но если серьезно, местные выборы, кажется, существуют для того, чтобы говорить о более земных вещах, а еще лучше эти земные вещи делать. Ну, скажем, оглянуться, ужаснуться и прибраться. Мой белый город вечный, как сказание, тебе наш труд и молодость, и смех. Я чувствую всегда твое дыхание. Ты мой, ты наш, и ты открыт для всех. А в это время другие кандидаты дарят нам незабываемое зрелище под условным названием «Бои в грязи». Ну, а поскольку еще не везде успели прибрать, грязь особенно искать не надо, она и так липнет. И здесь разнотемье. Кто кому мешает завести обещанные кишиневцам в качестве дорогого, в смысле, ну, очень недешевого для каждого из нас подарка троллейбусы. А кто раньше успел воспользоваться слоганом «Вместе за Кишинев», осталось только выяснить, в каком месте. И уж не в том ли, о котором и так все подумали. Ну, знаете, есть поговорка «Вор у вора дубинку украл». А здесь кандидату-кандидата лозунг «Спер». Понятно, что сегодня кто-то вдохновился во время съезда ЛДПМ две недели назад и заявил, что идет со слоганом «Вместе для Кишинева». Мне жаль, что у конкурентов идейный кризис. Если хочет, мы можем предложить лозунг «Голосуйте за команду либеральной партии в муниципальный совет». Думаю, если они его подхватят, он им поможет. Мы готовы отдать им этот слоган. Пожалуйста, мы можем задать им этот слоган. Продолжение следует... из этого нужно заполить по муниципе. В этом нам нужно дать ему повести, почему мы говорим, потому что If you don't really это не очень. И еще в частности из троллейбузы и безъезда! Мы сейчас говорим амортизерт, если мы решим не так, но не амортизер, не амортизер, амортизер и претер и азрен, амортизер, можно по-двоему множество о Медометрии, собирая Süpera и Медометрии, амортизер да и grandchildren, когда мы решим, Продолжение следует... Продолжение следует... И нам уже по большому счету абсолютно все равно, произойдет это когда-нибудь или не произойдет, покатятся ли эти машины по разбитым Кишиневским улицам, обдавая прохожих в хорошую погоду клубами пыли, а в дождливую грязными брызгами. Да катись оно все к чертовой матери, когда такая веселуха. Нас увлекает сам процесс пикировки, пустого словесного спарринга, от которого у его участников даже завалящего фингала появиться не может. Ибо весь он совершеннейшая имитация. И значит нам он, по идее, должен быть абсолютно безинтересен, поскольку не имеет к нашей с вами реальной жизни вообще никакого отношения. Но если вдуматься от этих обоюдных плевков в очи и, соответственно, в очки, комфортнее перемещаться по городу не станет и стать не может. Но мы все равно, как завороженные, а скорее загипнотизированные, смотрим за этим часами. И на следующий день с жаром обсуждаем это с друзьями и коллегами. Ты видел, как эти двое друг друга рвали? И еще пару часов перетираем, обсасываем, спорим. При этом мы, обращу ваше внимание, никуда не едем. Ни в новых троллейбусах, ни в старых. Нам вообще никуда ехать не надо. И нам до лампочки, где в этот момент времени находятся эти пресловутые троллейбусы. И существуют ли они вообще в природе. Мы увлекаемся показанным нам в прайм-тайм скандалом. Начисто напрочь забывая не только о его сути, но и о том, что он вообще-то каким-то образом связан с нашей с вами повседневной жизнью. Помните, в первом выпуске третьего микрофона я говорил о том, что нам тупо навязывают повестку дня. Вовлекая в бесконечное, идущее одновременно по всем каналам, как будто это один и тот же канал, телевизионное шоу. И отвлекая тем самым от наших насущных острых проблем, которых, кстати, виртуальные участники этих шоу не решают и решать не собираются. Но поскольку мы сильно увлечены зрелищем, нам уже и хлеба не нужно. Это, конечно, чистый Голливуд. Человек-паук 2 Ничего отновидного не нашел. Рукавички голубые, какие есть. Извините. Правительство не участвовало в уборке города или попелке деревьев и бордюров. Декларации делают в конце заседания, а еще лучше на улице. Вы полагаете, дойдет до войны? Темная сторона силы скрывает все. Предвидеть невозможно наше будущее. Некоторые политики из правительства присваивают себе заслуги по закупке троллейбусов, хотя и палец об палец не ударили. Точно сказано с трибуны пропаганда. Точно сказано с трибуны пропаганда. Он восстановился съездом ЛДПМ и взял наш лозунг. Мы предложим лозунг «Голосуйте за либералов». Моя сердце, считай, запела от радости. Знание и всех стало собственностью господина Филата. И вывели председателя той комиссии по приватизации. Это неправда, господин Кирпака. Ты слегка возбужден? Вовсе нет. Ты не был так напряжен с тех пор, как мы свалились в гнездо Ганбурга. В тот гадюшник свалились в улочитель. А я вас спас. Вы помните? Все эти действия — это прямые атаки на ЛДПМ и на меня лично. Корабль взорван, но там был ее двойник. На этот раз мы затеем что-нибудь похитрее. Терпение моего клиента на исходе. Возьми. Осторожнее, а не крайне ядовиты. И чтобы отсечек больше не было. И волей-неволей закрадывается мысль, что, как говорил Винни-Пух, это жжжжжж неспроста. Что это такая технология увода нас от нашей серой и грустной реальности, в неестественную цветную телевизионную реальность, где кипят споры, страсти. Есть демократия, сталкиваются доктрины, принципы, их носители. И ведь никому в голову не приходит, что мы вообще-то чужие на этом празднике виртуальной демократии. И уж тем более не задумываемся мы, что сам этот праздник наступает не здесь и сейчас, в момент, когда цифровой сигнал оплодотворяет экраны наших телеков, а позже без софитов и камер, в отдельных кабинетах хороших ресторанов и сигарных залах дорогих отелей. И заключается этот праздник уже не в виртуальной, а в подлинной демократии. То есть в тихом и деловом распиле между своими грантовых, кредитных и бюджетных денег и распределении своих на такие должности, чтобы сподручнее было распиливать и чтобы, не дай бог, с подачи конкурентов по распилу, пардон, союзников по Альянсу, за это не отвечать. Ну вот назначение у Рикиана на счетную палату, кажется, классическое тому подтверждение. Такая вот, мне кажется, технология, когда общество и власть существуют в двух непересекающихся слоях реальности. И чтобы мы не заглядывали за кулисы, где в густом интимном сумраке государственной тайны и обтяпываются всяческие занятные делишки, нам с утра до вечера демонстрируют китайских болванчиков, мутузящих друг друга на потребу публики. Нам то есть. И вот представьте себе, читаю новую книгу Пелевина, знаменитого как раз исключительным умением фиксировать скрытую для масс суть вещей, обнаруживаю в ней следующие строчки, цитирую, с минимальной корректировкой на нашу окружающую действительность. Цензура для либеральных СМИ – это не контролирующий их внешний фактор, а главный производимый ими продукт. Именно то, для чего они существуют. Только цензуре подвергается не проходящая сквозь СМИ бессмысленная болтовня ни о чем, а сама реальность, исчезающая за смрадной информационной волной, которую они гонят на человеческие мозги. Похожа на правду. Очень похоже. Не так ли? И если вернуться к случаю с троллейбусами, то суть вопроса вообще-то не в том, чем нас закармливали эти самые либеральные СМИ. То есть не в том, кто виноват, что их ввоз не был освобожден от уплаты НДС, правительство ли, которое, как уверяют либералы, ревнует Киртуака к троллейбусам, и потому арестовывает эти рогатые железяки, или примар, который, как уверяют либерал-демократы, не оформил вовремя соответствующие документы. А говорить следовало бы о небольшой такой бумажке, опубликованной на целом ряде информационных ресурсов, свидетельствующей, что, похоже, вся эта история с покупкой троллейбусов как будто не очень чиста. Бумажка – это invoice, то есть счет-фактура, которую используют при экспорте-импорте товаров. В данном случае импорте. Тех самых злосчастных троллейбусов. И вот тут выясняется самое интересное. Оказывается, деньги за них были перечислены не в Минск, а наоборот в Бухарест. Но вот, казалось бы, что проще. Есть продавец минский Белкоммунмаш, и есть покупатель, дирекция городского транспорта, примария Кишинева. Вот тут у нас Кишинев, а вот тут у нас Минск. И между ними прямая линия. И логичнее всего, вот именно вот такая схема, при которой покупатель рассчитывается с продавцом напрямую. Кишинев с Минском. Это позволяет, я так думаю, избежать лишних затрат. Однако в нашем случае деньги за троллейбусы направляются некой третьей, по всей видимости, посреднической фирме. Карпат Белас Сервис СРЛ с юридическим адресом в Бухаресте. То есть деньги идут сначала сюда, а потом уже вот сюда. Вот такой треугольник, треугольный оборот наших с вами денег в природе. Юридический адрес. Бульвар Дмитрия Кантемира, номер один, дом Б2, второй подъезд, восьмой этаж, комната 806. Уже сами почтовые параметры намекают на то, что это не какая-то великая компания. И прежде чем попасть к продавцу, средства должны почему-то пройти все-таки через счета вот этой фирмы. Вот по этой вот странной траектории. Ничего пока нельзя утверждать однозначно. Однако, согласитесь, сама схема эта навевает определенные подозрения. И вот это как раз каждого из нас действительно должно интересовать. Вот это. Поскольку троллейбусы эти закуплены на кредиты, отдавать которые придется даже тем кишиневцам, которым на них покататься на этих троллейбусах, не посчастливиться. Ибо к тому моменту, когда наступит пик платежей по процентам, они гарантированно превратятся в железный лом, годный разве что на переплавку. Будем разбираться и с этим. Дай бог, чтобы ошибались. Будем разбираться. Но поскольку тот, кому с этим разбираться теперь по чину, вряд ли станет это делать. Серафим Урикян буквально продавлен филатом на должность председателя счетной палаты. Продавлен, несмотря на то, что он, Урикян, не подходил и не подходит по целому ряду критериев, предусмотренных в законе. Скажем, у него нет финансово-экономического образования. А аргументы, что он, мол, доктор хабилитат по экономике, говорит лишь о том, что либо он к этому званию вообще не имеет, ровным счетом никакого прямого касательства, либо о том, что он получил высшее образование, минуя среднее. Потом Урикян в последние годы занимал-таки должность, дающую ему право подписывать финансовые документы. Он был первым вице-спикером, а это несовместимо с должностью председателя счетной палаты. К тому же ему через год уже на пенсию и надо будет уходить. А что он, уйдет, как Горинчу из Координационного совета по телерадиовещанию? Ага, вот так вот возьмет, все бросит и уйдет. Урикян-то. И так далее, и тому подобное. Есть все основания предполагать, что филат назначил Урикяна незаконно. И ПКРМ это, конечно, будет оспаривать в правовом поле. Однако, наших корреспондентам в интернете юридические нюансы не очень-то волнуют. И действительно, о каких нафиг законодательных и законных юридических тонкостях рассуждать, когда все и так понятно? Серафим Урикян будет следить за законностью расходования публичных, то есть общественных бюджетных средств. Это само по себе нонсенс и парадокс. Лису Урикяна назначили заведующим птицефабрики. Какое село назначил? Это то же самое, что сейчас пустили вора в счетную палату. Ни денег, ни счетная палата не останется. Теперь можно быть уверенными в том, что лишних денег в государственной казне никогда не будет. Урикян гарантия за. Приходит Урикян на новое место работы, заходит в кабинет, вызывает секретаршу. Скажите, мелочка, это счетная палата? Да. Организуйте мне, дорогуша, отдельную палату и счеты. Мне гонорар свой пересчитать необходимо. Ну и все ведь понятно. Филат проглотил партию Урикяна, а его самого оставил на десерт. А оставив то ли несвойственного человеколюбия, то ли скорее ради собственной перестраховки, решил Урикяну этот самый приторный и жирный десерт подсластить. И назначить его на должность в структуру, которую всегда особо интересовала деятельность самого Урикяна на посту Кишиневского примара. Причем, если изучить архивы постановлений счетной палаты, то выяснится, что интересоваться его вольным обращением с публичной собственностью, в частности с городскими землями, этот контролирующий орган начал задолго до прихода к власти Владимира Воронина, у которого якобы к Урикяну, по его собственным словам, были какие-то политические претензии. Года эдак еще с 98-го, если не раньше. Парадокс еще какой, но так решил Филат. И продавив Урикяна, неизбежно понес серьезные, на мой взгляд, имиджевые потери. Ведь всем же ясно, что это, назначение Урикяна Филатом, результат торгашеского сговора. По сути своей, продажа высокой должности в обмен на партию. Европейский политик, говорите, да уж, тающая Европа, мля. Вот что еще интересно. Филат продавил Урикяна сквозь слабое сопротивление демократической партии, которая сильно не хотела этого назначения. Ведь для них, небось, понятно, что Урикян в счетной палате для Филата как бы противовес тем контролирующим органам, которые уже находятся в руках лидеров демпартии. Но они себя уговорили. Причем, по некоторым данным, примерно так. Филат, мол, на самом деле не хочет назначения Урикяна. Но он хочет его не назначить нашими руками. А давайте тогда дружненько проголосуем и подсунем Филату свинью. Ну и подсунули. Да только, кажется, себе. В соответствии с политическими договоренностями и условиями, изложенными в нашем соглашении, эта должность принадлежит ЛДПМ. Да, а если на пост министра просвещения, упаси господи, будет претендовать, к примеру, педофил, а на должность министра внутренних дел какой-нибудь брачный аферист или там серийный убийца? Это логика слабых и не уважающих себя людей. Так чего же они хотят, чтобы их после этого Филат, который заставил их плясать под свою дудку, уважал? Этой ночью было совершено нападение на кандидата в примары от Демпартии в коммунии Варничень Страшинского района. На ради Кужереги у себя дома она обнаружила топор в качестве предупреждения. Кроме того, неизвестными было атаковано частное предприятие, принадлежащее главе местного отделения Демпартии Иону Стурзе. Сторож этой фирмы был жестоко избит. Все эти действия являются составляющими хорошо продуманного сценария. Это прямые атаки на ЛДПМ и на меня лично. В итоге станет понятно, для чего их задумали. А тот, кто решил как крыса спрятаться в нору, а речь идет о кукловоде, то его обязательно скоро выведут на свет. И тогда все поймут, какие цели преследовали. Ну вот видите как. Их уже и топорами партнеры пугают, которых они только что ублажили по полной программе. А они, видимо, вот так же будут обтекать и дальше ублажать. Меня поразила информация о том, что Валентина Булига, член Демпартии, министр, представляя в правительстве закона проекта Дне космонавтики и авиации, предложенный ПКРМ в честь 50-летия первого полета в космос, цитирую, с трудом сдерживала смех. То чего уж то. Воздержание? Вредно. Посмейтесь, голубушка. Смешнее это только топоры, которыми вас запугивают бывшие урекяновцы, а ныне филатовцы. Я вернулся с предложения о модификах отралии парламенту, при том, что институция зилий космонавтики и авиации в Республика Молдова. В процессе обзаминания я constатал, что экономия Республики Молдова не имеет такой рамы. И вот так же, уверен, промолчат, небось, или похихикают, если либерально-демократическая партия воплотит в жизнь угрозу и запретит нарушение георгиевской ленточки. Считаю, что власти должны немедленно отреагировать на эту кампанию, так как дух Молдовы и так достаточно забит. Необходимо как можно больше информировать о том, что означает эта ленточка, откуда она пришла к нам, что означала она для русских и что означает для Молдовы. Думаю, что государство может уменьшить значимость этой кампании путем продвижения собственных ценностей. А чего, скажите, еще ждать от власти, которая в прошлом году отказалась ехать на парад Победы в Москву, которая в правительственном постановлении не рискнула назвать День Победы днем Победы, а одну из улиц Кишинева назвала именем нацистского преступника маршала Антонеску. Давайте считать, что вот эта ленточка, наша с вами последняя линия сопротивления, за которую уже никак нельзя заступить без того, чтобы не потерять себя и чувство собственного человеческого и гражданского достоинства. Это день Победы, барокам пропад, это праздник с сединою на висках, это радость со слезами на глазах. Это праздник, день Победы, день Победы, день Победы. А вообще на их месте я бы не стал так разбрасываться прошлым. Ведь если заглянуть в это прошлое, то в нем можно обнаружить очень много интересного. Омул Кыт Время Из сборника Ленинстейн Друматуари 1987 года Стихи Депутата парламента Либеральной партии Республики Молдова Вице-председателя Либеральной партии Республики Молдова Поэта Иона Хадырка Музыка КГБ Музыка КГБ Стихи Музыка КГБ Стихи Музыка КГБ 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 Субтитры создавал DimaTorzok